Вот мы и в Баку. Приехали ночью. Кое-когда ехал, я ехал как оборотень, то есть я засыпал, даже не помню, как уже заезжал. Дорога с Дагестана, она меня просто вымотала, потому что это постоянно 60, 30, 70, 40. И то же самое на территории Азербайджана, потому что здесь слишком суровые законы, поэтому пришлось ехать по местным нормам. ПДД. Вот так выглядит наш, что это, Таня, наш? Отель. Отель. Таня, отель сняла. Без ванной и без туалет. Поздоровайся, Таня. Да, всем привет. Таня сняла на букинге и сказала, тут есть отель и все, а приехали, оказывается, что здесь ничего нет. Но зато мы находимся в центре и здесь есть железная дорога. Старый дом какой-то и за стеной мэрия, которую вы сейчас не видите. У нас еще есть кондиционер, тем более не ос. Два шкафа, зеркало, обои, душ, душ, санузел и еще один санузел. Ну, не будем цепляться к жилью, здесь есть железная дорога и если смотреть прямо, то там стоит двухэтажная электричка, сталкер или стадлер, пусть будет сталкер. Номер 302. В километре от нас находится. Цена жилья 18 долларов в сутки. В принципе, плюс-минус, все нормально. Еще и включен завтрак. Сегодня мы завтракали яйцо с помидором, яйцо с зеленью, кусочек брынзы, мед, еще что-то. Но мы-то на диете и очень-очень вкусный хлеб. Но хлеб мы не ели. Съели вообще прям по кусочку, в принципе. Чтобы здесь не было плохого и хорошего, для меня будет всегда здесь хорошее, потому что я родился в городе Сумгаид, кому неизвестно. Поэтому будем показывать только хорошие стороны. Но если плохие, прям чуть-чуть так закроем, примолчим. Ну а так все должно быть хорошо. И очень плохо, что сегодня идет дождь. То есть утра погода отвратительная, дождливая. То есть моросит, спокойствие, моросит, спокойствие. И вот так уже полдня. Ну а мы сейчас с вами спускаемся и пойдем куда-нибудь поесть еду. Не знаю что и не знаю куда. Просто пойдем вниз и будем искать любое заведение. Подешевле, естественно, которое для нашего кармана. Хотел одеть... Нет, Таня вернее, хотела, чтобы я одел другую майку. Я говорю, Таня, я не изменяю своей традиции. Я хочу все свои выпуски в одной майке провести. В желтой. Вот мы вышли из отеля. И напротив находится мэрия местная. На изнаменитейший Яшил базар. Он же Зеленый базар. Но туда мы зайдем позже. Он-то, в принципе, нам и нужен. Это цель нашего сегодняшнего дня. Уже таксисты с той стороны машут руками. В принципе, Баку очень красивый город. Где они, конечно, вбухивают в красоту. Очень и очень много. Так как на улице ветер, все видео без комментариев. Это, видно, отель какой-то. Хаттай, Плаза. Какой-то старинный заборчик. На самом-то деле, я был в Баку, не помню, сколько раз. Но был я маленький. Я вообще ничего не помню. Сумгаид более-менее. И то одно место, только помню. Я так понимаю, впереди какой-то железнодорожный вокзал. Да, Тань? Да. И в каком-то настоящее время. В принципе, у нас место-то неплохое. Мы поселились. Но вот обидно то, что санузла нету в номере. Мне, в принципе, не обидно. Это Таня обидно. Я более толерантен. Двенадцать утра. А мы еще ничего не ели. Реально желудок подсасывает. Я это чувствую. Получается, машина проедет такси, как в Лондоне. Азербайджанский Лондон. Ну да, это Баки-де-Меруил вокзали. Какой-то вокзал бакинский. Не пойму, на чего Баку расстраиваются? На какие бабки? На нефть? Здравствуйте. Два моната, да? Да, да. Два 50-го сейчас. Два моната. Это 80 рублей килограмм. Слышно, недорого. 80 рублей килограмм. На рынке у нас тут дешевле или здоровье? На рынке? Да. На рынке. Так, куда идем с пятачком? Большой-большой привет. Секрет, да? Сейчас у нас полгорода Баку в роликах засветится. Может, шаурму съедим местную? Или не будем? Или пройдем дальше погулять? А, ну да, мы же на диете. В общем, куда-то идем с вами. Я сам вообще не понимаю. Нам не надо никуда уехать-то? Домой сколько. Оказывается, это метро. Вообще ничего не знаю в Баку. Дядя полицейский. Красивые постройки. И вот именно из желтого кирпича. Очень красивые. Такие постройки встречаются еще и в Дербенте. Дагестан, который один и тот же камень везде. Очень смотрится. Очень безумно красиво. Двигаемся дальше. Как мне говорили, что все ходят здесь в паранже. Я такого, конечно, не вижу. Современный развитый город. И автобусы вон моднялые какие, смотрите. Я так понимаю, что мы с вами ходим вокруг вокзала. По кругу ходим. И возле вокзала есть торговый центр. Сколько кизил стоит? Кизил. Да, да. Килограмм. Один монад. Один монад. Ищем кафешку покушать. Тебе не кажется, Тань, что мы по кругу прошли? Да. Все это передумала есть. Смотри, какое дерево. Орычает как или сосна. Очень крупная хвоя у нее. Давайте как будто мы с вами на коптере сейчас взлетели и летим. Осторожно, здесь что-то скользко. Этот камень очень скользкий, оказывается. Какой-то этот черный квартал зашли. Сейчас мы вам покажем. Не туристический боку. Здесь видно поток воды сильный был. Видишь, все смывало. Самое интересное, если там еще и выхода нет. Посмотрите, какая она мохнатая. Ель, сосна. И шишки очень мощные. Когда приезжаешь в любую другую страну, начинаешь удивляться даже шишкам. О, какие шишки. Кому интересно, счетчики азербайджанские вот так выглядят. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где здесь можно поесть? Спрашивали, где дешево поесть. Вроде нам объяснили. Сейчас вот найдем, если этот хазар. Пойдем туда. Любимое занятие у мужиков в Азербайджане это играть в нарды и домино. Пошли вот здесь по парку. Мини-парк. Здесь еще до сих пор какие-то деревья цветут. Русские туристы приехали и ищут в каких-то задворках самые дешевые места, чтобы покушать. Даже не знаю, кто это, если честно. Никола Тесла. Ждем светофор. Не вот это он сказал, Хезер Кафе? Вот оно, Кафе. Хезер Кафе. И вот мы уже сидим. 150 грамм. Минералка. Ну, это какой-то сок. Но это не самое главное. Таня, покажи, пожалуйста. Вот такой хлеб продают его везде. Вот уже во втором заведении, да? Сегодня нам утром на завтрак такой дали. Мы же сказали, что мы будем толстеть, как и обещали. О, запах. Чудо наичуднейшее. Это какая-то, я так понимаю, местная вода. Это кью, это у них как ше читается, да? Шах. Шах, по-моему. Сейчас скажу, каково на вкус. Запить воду с другой водой. Вкусная. Нет, такая реально вкусная. И бутылка красивая. Да и все здесь вкусное. Ждем наши основные заказы. Чечевичный суп. Кутаб. Мне что-то мясное, да, по-моему? Мне что-то мясное. Из баранины. И вот нарезку из помидора и огурца. А как это блюдо называется с бараниной? Гум ламай. А? Гум ламай. Гум ламай. Полу куска мяса я еще никогда не видела. Вот как тут худеть? В смысле, я вообще даже не представляю себя. Вот. Кутабчики с мясом. Давай я один кутабу заслал. Вот это гум лама, да, называется? Гум лама, да. А, гум лама. Гум лама. Гум лама. Бу-гум лама. А, бу-гум лама. Запутан в трех буквах. Все, спасибо большое. Так. Первое. Давай, Тань, ты будешь пробовать этот чебурек. Давай. Кутаб. А я попробую буг ламу. Для того, чтобы хорошо распробовать вкус мяса, я не помню, мы на диете или нет, да? Это мы просто сейчас чуть-чуть, чуть-чуть себе позволим. Для аппетита отрываем кусочек хлеба. Кусочек хлеба, который очень-очень вкусно пахнет. Так у нас соли нет, да, по-моему? Или есть соль? Нету соли. Может, нам не нужна соль? Так, даже не знаю, с чего начать. Давай начнем. С картофеля. Вкусно. Вкусно. Ну, реально вкусно. Я думаю, вы сами понимаете и догадываетесь, что это вкусно. Жир, аж прям чувствуется на губах. Стоит. Так, пробуем кость. Я вам ничего не буду говорить. Это реально очень-очень вкусно. Теперь Таня пробует чечевичный суп. Очень вкусно. Вкусно? Да. Ну, реально вкусно, да? Ты не обманываешь? Нет. Ну, чечевица одна. Очень вкусная. Ну, наверное, на муссном бульоне. Не катоншку еще нет, но он такой постный, очень жидкий. Постный? Да. Кутабы-то не постные явно. Ждем кутабов, когда Таня будет кушать. Я вот иногда думаю, может, не худеть. Кому это нужно? Мне не хочется, вот реально, иногда. Когда ешь вот такую вкусную кухню, вот просто забываешь о том, что можно худеть. Ну, это нереально худеть. Хорошо, что мы не здесь живем. Я думаю, что так Таня тихо-тихо ест. Ну, естественно, я уже все это сделал. Отрываем кусочек хлеба. Хватаем, Таня чечевичный суп. Откусываем. Как она сказала, постный. Вот этот суп можно есть, наверное, вечно. Не жирный. Да какой не жирный? Он далеко не постный. Она нас всех обманула, и вас тоже. Я думаю, что он на каком-то говяжьем наваристом бульоне с кучей приправ, но которых не видно, в принципе. И все это очень хорошо раскрыло свой вкус. Чечевица... Мне оставь. Максимально разваренная. Видите, она кричит, мне оставь. Чечевица разварилась. То есть этот суп блаженства, реально такая легонькая похлебочка, но очень калорийная. И у меня вопрос встал. Я не знаток, в принципе, барана. Это что, баранья кость такая? Скорее всего, баранья. Ускал блюдо из баранины, значит баранья. Все, не надо отвечать, это из барана, я понял сам. Дошел черед кутабов. Они посыпаны чем-то красным. Кислая? Слива, наверное, вот эта сушеная. Ну и каков вам кутаб? Вкусно. Вкусно? Ты что так смотришь туда? Как будто первый раз мясо увидела, Тань. Там просто столько много мяса, все упало. Не, реально вкусно. Очень, да. Хочешь попробовать? Ну, я помню, нет, я попробую еще по-любому. Я просто раньше ел другие кутабы. То есть их же много разновидностей. Самое главное, что вкусно. Оказывается, вот эти кутабы, они бакинские. Это какой-то лист. Я так понимаю, он не склеенный, у него края. И вот это фаршированное мясо, ну оно видно накладывается. Есть еще много других разновидностей. То есть у меня в мыслях, в памяти остался большой. И он, оказывается, это не кутаб, а кита какая-то. Мне сейчас объяснили. Кита, да? Кита. Китаб. Китаб. Китаб это город в Узбекистане. Кита. Кита это рыба. Как же мы запутались. То есть что-то похожее на кутаб. Но самое главное, что вкусно. Попробую, скажешь, что невкусно. А я думаю, для чего вот эта кисленькая штучка нужна? Вот я сейчас просто ради интереса беру мясо и вот эту кисленькую штучку. И она просто раскрывает вкус мяса. Реально вот это, это факт. Если бы нет, это блюдо тысячелетнее сто процентов, потому что оно отточено. Отточены все ингредиенты и отточены все составляющие. Скажи, как вам называется бакинский? Я уже сказал. Все нормально. Поэтому... Тебе понравилось? Да, мне... Я же в Азербайджане родился. Мне все нравится в Азербайджанском. Ты азербайджанец? Я айм русский. Но родился в Азербайджане. Но еда мне всегда здесь нравилась. Здесь мои родители прожили практически всю свою сознательную жизнь. Счет. У нас счет составил 18,5 монат. Чечевица 2 моната. Буглама 5 монат. Какой-то гуфтар 1,5. Сок. Минералка. Короче, 19 монат. 720 рублей, да? Ну, плюс-минус. Нормально. Плотно поели. Плотно попили. Идем потихонечку домой. Сейчас скидываем видос. Пусть он хоть и короткий. Но мы его... Все равно скидываем. И... Надеюсь, мы сегодня попадем на этот зеленый базар. Уж больно он сидит мне в мозгу. Ну, там реально очень красиво. И благо то, что он находится рядом с нами. Вообще прям... Я все-таки Таню уговорил не переезжать никуда, ни на какие квартиры. Говорю, давай сиди здесь на месте. Ничего, на диете посидим. Гречку будем водой горячей из-под крана распаривать. Да, Таня? Таня, он смеется. Просто все будет хорошо. У вас, у всех и у нас. Нормально вот так? Короче, Баку расстраивается полностью. Это уже не тот город. Маленький, невзрачный. Это большой город. Шел, шел, шел. И на обратном пути решил подойти, посмотреть, что же это такое. Это обычная земля, вымытая непонятно как. И как-то слоится она поинтересному. От ветра и дождя, наверное. А если он туда присмотреться, там уже кто-то пытался стенку выколость из кирпича и камня. Таня, давай, чебуреки, выгоняй из себя. Ой, чебуреки, кутабы. Субтитры сделал DimaTorzok